Мы уже доказали методом Золотарева экологичный закон взаимности, причем сразу для любых взаимопростых, нечетных натуральных чисел. Но это если считать, что мы знаем про знак перестановки. А вот я очень много лет не знал, хотя, казалось бы, 1872 год был до моего рождения, но, тем не менее, вот эту идею Золотарева я не знал, и, соответственно, я не знал, что символ Якоби – это знак у самой перестановки. Хотя, впрочем, все равно нужно как-то связать напрямую символ Якоби с символом Лежандра. И давайте сделаем так. Вот сейчас, временно, определением символа Якоби будет у нас не определение с перестановками, с черностью и нечетностью перестановки, а вот такое. Это просто проявление всевозможных символов ПИТ, где-то разложение наших чисел на простой минуте. ПИТ, ПУЖИТ, произведение по всем ИТ от единицы до К, и ЖИ от единицы до К. Так вот, если считать, что мы уже знаем для простых чисел закон взаимности и оба дополнения, то доказать при таком определении символа Якоби, как, собственно, в абсолютном большинстве учебников по арифметике и сделано, доказать очень даже несложно. Но давайте я начну, пожалуй, с самой простой вещи, с первого дополнения. Смотрите, что у нас здесь фактически есть. Если я сейчас, давайте, начинаю вот с этого, то фактически нужно доказать такую штуку, что перемножая вот такие выражения, я получу такое выражение. Давайте поймем. А – это произведение П1 и так далее, ПКТ. Напишем фактику, которая нам нужна. минус 1 в степени П1 минус 1 пополам, минус 1 в степени П2 минус 1 пополам и так далее, и так далее. Минус 1 в степени ПКТ минус 1 пополам. Нужно доказать, что это то же самое, что минус 1 в степени произведения всех этих Пшек минус 1 и пополам. Ну, смотрите, вообще-то очень легко. Если у нас есть вот это произведение, то можно написать его вот так. П1 минус 1 и плюс 1. Дальше. П2 минус 1 и плюс 1. И так далее. ПКТ минус 1 и плюс 1. Раскрываем скобки. Что же это тогда будет? Ну, во-первых, можно из каждой скобки взять вот эту единицу. Это будет единица. Это та самая единица, которая здесь написана минус 1. Отлично. Во-вторых, стояв мысленно, потому что здесь вот везде поставят скобки, так что я беру каждый раз либо единицу, либо вот эту. Дальше. Можно взять везде единицы, а из первой скобки П минус 1. Второй П 1 минус 1. Или отсюда единицу, отсюда во второе минус 1. Это всех вести единицу. И так далее, и так далее, и так далее. Вплоть до ПКТ минус 1. А можно из нескольких мест взять единицы, а вот такие числа взять из более чем одной скобки. Но если вы берете из одной скобки четное число, и из другой четное, то произведение будет уже делиться на 4. Поэтому я здесь пишу сравнение по модулю 4 и прекращаю писать слагаемые. Все остальные слагаемые будут содержать в себе произведение двух четных чисел или больше, и значит будут делиться на 4. Отлично. Теперь вычитаем единицу. Фактически остается только вот это. Делим пополам. Сравнение по модулю 4 переходит к сравнению по модулю 2. И говорим, что как раз то, что нам нужно было, то, что минус единица в квадрате, это единица. Значит, первое дополнение к квадратичному закону взаимности мы доказали. На самом деле, все остальное делается ровно так же. Давайте посмотрим, что нам нужно. Давайте, второе дополнение. 2 по А. Здесь нас интересуют не произведения, здесь было бы просто произведения простых чисел, а квадрат произведения. Пожалуйста. Итак, переделываю запись под второе дополнение. Здесь квадраты, здесь деление на 8. Так. Здесь везде квадраты, здесь деление на 8. Ну, ну, да. Вообще-то, в точности написать здесь квадраты. Надо здесь написать квадраты. И вот теперь очень важная вещь. Когда вы из квадрата нечетного числа вы читаете единицу, то получаете число, делящееся на 8. Произведение чисел, делящееся на 8, делится аж на 64. На самом деле, так много мне не надо, но жадность не порог. Напишу 64. Это понятно? И теперь, вычитая единицу, я получаю сравнение по модулю 8. Потому что 64 везет на 8 это 8. А мне достаточно сравнения по модулю 2. Потому что минус 1 в квадрате это 1. Доказал? Теперь смотрим общий. Здесь, конечно, будет немножко тяжелее, потому что нам придется двойное суммирование, да, у нас простые числа в числе А и простые числа в числе В. Ну, ничего страшного. Давайте просто-напросто напишем, что сейчас требуется. Давайте посмотрим слово. Что такое по определению символ А по В. Это произведение вот таких вот, правильно? Что такое символ Б-бопа? Это произведение, только когда вот они поменялись местами. Но у нас есть что-то обычное не для символа якобы, а для символа лежан, вот отечественный закон зависимости. Поэтому на самом деле я могу забыть вот про все такие символы и смотреть только на минус единицу вот в такой степени. Давайте я прямо здесь напишу, для того, чтобы было видно что называется что я ни в чем вас не обманываю. Смотрите, для того, чтобы проверить вот этот вот закон надо проверить следующее, что минус единица в степени П1, П2 и так далее ПК минус 1 пополам. Он может нам К1, К2, К1 минус 1 пополам. это я написал правую часть. Надо проверить, что это то же самое, что то, что здесь получается. А что здесь получается? Здесь получается произведение выражения вида минус единица в степени ПИД минус 1 пополам умножить на ЖИТО минус 1 пополам. Где И пробегает значение от единицы до К, и ЖИ пробегает значение от единицы до М. Вообще-то мы это уже сегодня делали. Смотрите, что сейчас надо. Надо каждое из чисел П написать как П минус 1 и плюс 1 опять давайте здесь не пришел, потому что уже завершаю доказательства. Поехали. П 1 минус 1 плюс 1 умножить на умножить на П 2 минус 1 плюс 1 и так далее. Я уже писал сегодня П К минус 1 плюс 1 минус 1 и полов. На самом деле это число вот так записывается. Мы уже знаем, что это такое. По модулю 2 это то же самое это у нас шло как первое дополнение к квадратичному закону взаимности. Как минус единица в степени П1 минус 1 пополам он плюс П2 минус 1 пополам плюс и так далее плюс ПКТ минус 1 пополам. Просто по первому дополнению вот эта вещь это вот та штука. Ровно так же можно записать вот это. Видите? Давайте запишем. Когда есть число в произведении кушек минус 1 то можно написать так Q1 минус 1 плюс 1 Q2 минус 1 плюс 1 и так далее QM минус 1 плюс 1 вот и да, здесь по модулю 2 имеется сравнение. Вот и то же самое по модулю 2 то есть минус 1 это степень в отводе прогнозов достаточно. Это то же самое что Q1 минус 1 пополам плюс Q2 минус 1 пополам и так далее плюс QM минус 1 пополам но там стоит произведение замечательно значит когда вы вот такое выражение умножаете на вот такое стоп кстати я на самом деле я здесь написал без минус 1 степени давайте я исправлю что было все неправильно если здесь написать минус 1 в такой степени то это будет всякую модулю или если угодно не надо было здесь минус 1 степени и тогда показать они были равны так вот когда умножаешь такую сумму на такую сумму в точности получаешь по принципу каждый на каждое перемножил в точности получаешь из-за чего там возникает эффект когда перемножаешь скобки то эффект очень простой вот это четные числа поэтому если произведение двух четных чисел то при делении на два это будет уже четное число деление на два это здесь и поэтому его бессмысл написать и значит на самом деле остается только вот это все единицы и вычитаешь 1 получается 0 и там то же самое а когда умножаешь вот это на это то получаются всевозможные выражения вот такого типа p-1 на p-1 и значит это и будет так вот так всегда если не по салтарегу то вот так объясняли для символа якобы закон зренности так кстати вообще-то для символа якобы неплохо доказать не эксприкативность я как-то это дело пропустил но наверное наверное все-таки действительно это что-то слишком очевидно смотрите если у нас есть какие-то два числа взаимно простые с числами п-1 и так далее на п-к-т то почему можно отдельно посчитать для числа а и отдельно посчитать для числа а об что мы должны сделать по определению мы должны посчитать а б по каждому из этих чисел и перемножить определение символа якобы а по каждому мы сейчас рассматриваем именно такое ну и замечательно если мы расписали это по определению как а б по 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 то из-за того что символы не жанра мы получаем а по 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 и так далее а по и после этого опять заворачиваем по определению так что все хорошо